Как все проходит, поэты читают по три раза, примерно по десять, сменяют друг друга, и обязательно одно стихотворение оставляют на потом как код, потому что после того, как вы читаете по три раза, нам будет очень активно мешать тот молодой, он будет предлагать слушателям писать записки, потому что после того, как поэты отчитают, они на вашей записке ответят, потому что чем интереснее вопросы, тем легче, мне кажется, отвечать. А после того, как поэты отметят на ваши вопросы, вот это относится к код. Мы не договорились, кто будет первым начинать, поэтому, наверное, надо монетку. Саша, ты есть монетка? Нет. Обрешал поэт! Есть! Кто, кто, кто? У нас же не патрон, подгонят! Согласна, я вырежу. Что-что? Это жмите Антону Григорьеву, вырежу. Хорошо. Первым начинает Дмитрий Соколев. Спасибо. Скажите, а как, где виден вот этот хронометраж? А, вот у меня. Ага. Тогда до минуты, до конца вы мне знак подарили. Ну, мы не в армии, немножко больше, немножко меньше принципиально. Спасибо культурной инициативе. Для меня большая радость выступить вместе с Виктором Платоновичем и Павлом Михайловичем. Один из них олицетворяет новый мир, другой много лет проработал в юности. Именно эти два журнала сыграли в моей жизни решающую роль. Как мы ей начнем со словословия? Лишь их микрофона. Микрофон? Журналы, где принял крещение, на ваших страницах гощу. Мне ваших страниц угощения. Так, Даниил, во время чтения стихов не ходим, правильно? Хорошо. Все, понимаем. Это все. Журналы, где принял крещение, на ваших страницах гощу. Мне ваших страниц угощения, подобно густому ворщу. Не вечном вечная мира, а старого нового мира. И юности древних тома. Сойти не позволят с ума. Я вас не пустил на помойку. Я вас, подрю, подрезать не пустил. А тот подыхал бы на койке и в морке бы вот где гостил. А я, как отмечено выше, на ваших страницах гощу. Где проза и прочие лирши подобны густому ворщу. Ворщи означают здоровье. А если я дал слабину, то значит, не крепко держался за ваш калорийный комплект. Вы мне, ну, рай, бергога, подворье, подсполье, подмога. И вам методично с утра кричу мелодично «Ура!». Это стихотворение называется «Подражание Слуньскому». У Валера Абрамовича есть такое стихотворение «Рад». Романы и школьные программы на ваших страницах гощу. Мне все дадали погромы. Я все дадали погромы за вашей страницей, прощу и так далее. Оно было, конечно, шуточное. А теперь я прочитаю пахос, наверное, как бы продолжение этой темы. К поэту «С» питаю интерес, особой развлюбленности питаю. Я сознаю, каков реальный вес у книжицы, которую листаю. Она тонка, но тяжела, как тон. Я семь тонков отдам за эти строки. Я знаю, у кого мне брать уроки, Кого мне брать на мой рабочий стол. Строка строку выносит она меня, Как раненого раненой выносит. Не каждый эту музыку выносит, Но как она врывается в меня, Как я внимаю. В мире роковой поэта-эс в его чугунной мире. Быть может, я в своем интимном мире, Как он, политработник фронтовой, Друзей его люблю издалека, Ровесников великого похода, Надежный круг, в который нету входа Моим друзьям. Ведь мы не их полка. Стареть им просто, В совести чиста, А мы не выдаем, что староваты. Ведь мы студенты, А они, солдаты, И этим обозначены места. Когда в пекарне, В пряничном цеху, С изумом литпродокция, Печется, Поэт герзет торгушку, И печется О почести, положенной стиху, О павших, О пропавших, И о них, О тех, кто отстоял, Свободный стих, В котором тоже родина свобода, Чтоб всяк того достойный Был прочтен, И честь по чести славы Почтен И отпечатан В памяти народа. Издалека люблю Поэта-эс. Бывает, в клубе он стоит, Как витязь. Ах, этот клуб Поэтов-политез, И поэт-эс, Святая деловитая, И за ту награду Рею гордым духом, Обрадованно Рдею правым ухом, Когда Борис Абрамович Эс. Поэт Меня порой Увешалки приметит, И на поры В души Ответит, Подарит мне Улыбку И в пределах. Есть три обстоятельства, Которые Оказались Очень важными Для Моего, так сказать, Литературного антогенеза. Это, во-первых, Война, Которую я застал Уже в сознательном возрасте Бестилетним человеком. Но, в-вторых, Принадлежность К особой этнической группе, Которая называется Русские Туркестана. Это, примерно, Также они отличаются, Как скажем, Поморы От русских Центральной России. И Третье Театр. Моя мать Была актрисой. И Многое В жизни В стихах Было Связано С ее Профессией. Теперь уж поздно Влюбляться Заново В нелепость Жеста И пыль Кулис. Молей Актрисой Была Баванова. Теперь уж поздно Менять Актрису. Влюбленный Отрок. В годы Невинности Я рос За сценой. Теперь я Стар. Теперь я Знаю, Что значит Вынести Свой Крест И возраст, И долг, И дар. Я видел Любицу, Метал Откусавшую, Ей Правит Замон Хватало Сил, Она Царила. И часто Саша Была Цирепа, Он все Сносил, Как прост И важен Был жест Рукьянова. Когда Ромео Спускался В склеп, Его Катурны Бесили Главного, А я Не видел, Что он Нелет. Люблю Катурны. Хитоны Нотятся, А мы Катурны. Возьмем Слова. Люблю Катурны. Что Катурны Возьмем Слова. Театр Нелепость, Стихи Нелепятся, А что Тут ритма Нет, Я что Потерялся. Что Нам Треплется. Люблю Катурны. Что Нам Треплется, А мы Катурны Возьмем Слова. Театр Нелепость, Стихи Нелепятся, И жизнь Нелепа, И тем Правда. Аташкентский перрон Принимал, Принимал, Принимал Кашин Бонны. Поголелицы Беженцы Подлевбы От жары Растекались По улицам Жалки Эти Колонны. Поголела Тьма Набивала Эти дома Наполнял Дворы. И на нашем Дворе И на нашем Дворе Получился Старушек Излишек. Получился Избытов Старух Избежавших Огня. И старушек Старались Укрыться Под крышей Дальнейших, Ибо знали Такое, Что вряд ли Дошло До меня. Офередкой Двора Овладели Как водятся Дети Зайдя Как положено Тесный Изнанкнутый Круг. При стечении Лиц При вечернем И утреннем Цвете Мы, Мальчишки, Смотрели На новых Печальных Подруг. И фактически, И фонетически, И хромосомно Были Разными Были, Но Вращательный Некий Манер Формовал Нас Как Глину И ангелы Нашего Солнца Просыхая Под солнцем Все больше Являя Цемент И у меня Ползбергский Я купался В Украинской Море И на Видишь Уплетик Застрял Как осколок Во мне Пантюркизм И пантюркизм И все Горлопанства Помогли И для нас Затвертевшись До срока На дворе На великой Войне За старелую Честь Да хранит Круговая Порука Не тяните меня Добра Кто ты Моя Алкаши Я по-прежнему Там Где Кружась И держать Друг За друга Люди Нашего Круга Тихонько Поют От души Как стыла Глубокая Стрелой Души У пустын Под боком В городе Каши Умирала Мама От Тифозной Пши Бредила Горела И в бреду Тотком Распивала Тело Тонким Голоском И стыла От Тело Плакала Тотком А в тылу Глубокая А в тылу Сырники Лежали На полу А в тылу В тупор Углодали Ни родных Ни близких Ни души Но в коршах Но в городе Корши Мои маме Умереть Не дали Кто не дал И где теперь Они люди Обеспечившие Тихо Что живет Положенные Дни Мама Умиравшая Чувствор Тюжесно Дорожная Книга Живется Дорожная И Погнится Надо Вахет Нынче Поглониться Как ушли Ступени Из-под Ватных Ног Заплясали Тени Задвинел Звонок Глава Время Это Я Сынов Мой дед Володя Павлов Великий Был Оттер Неправда Что Качалов Володя Нос Оттер Качалов Из-за Мхата На руках Народ Носил Зато Дед Поверх Халата На рукавнике Носил Любому По плечу Одежка Щитовода А в ней Мне-то Вся Свобода Читаю Что Хочу Мне Было Десять Лет И Выше Всех Наград Мне Было Чтобы Дед Промолгал И Он Рад Откиньте Всякий Страх И Можете Держать Себя Свободно Я Разрешаю Вам Вы Знаете На днях Я Королем Буду Избран Всенародно И Мрак Военной Сводки Куда-то Отступал Когда Под Рюнку Водки Мне Дед Стихи Читал И Малахон Володин Меня Ни Угнедал Был Дед Душой Свободен А Сам Приклогороден А Голос Густ И Плотен То Вархот То Метал И Я Себя Держал Свободно И Дрожал Гусиной Кожей И Два Строки И Помню До Тот Посетковый Взор И Те Свободы Первые Уроди Одно Длинное И Одно Главное Одно